Водительское посвящение, которым до первого часа использовались Кировцы в Беларуси и при выездах за Межо, было соправным только на территории страны, которые подписали Венскую конвенцию. Основным это Европейский союз. А вот, например, подчас туристической ванровки, уезжая на прокат автомобиль в США или Канаде, было омаль, что немогчимо. Шерах страны, которые подписали в свой час Женевскую конвенцию, не признавали международную соправность водительских документов в Беларуси. С первого красавика эта проблема отошла в минулое. Республика Беларусь начала выдавать так званый додаток «Международное водительское посвящение». По сути, Международное водительское удостоверение является официальным многоязычным переводом национального удостоверения Республики Беларусь. Оно не является основным документом, оно является только вспомогательным дополнительным документом к национальному удостоверению Республики Беларусь. И как самостоятельный документ не имеет никакой юридической силы. Документ будет выдаваться термином на 3 годы. Когда приходит час менять основное водительское посвящение, замены по трабуе и додатах международное водительское посвящение. Продолжительство, водительскую комиссию и оплаты. Стоимость водительского удостоверения международного – две базовые увеличены. А кроме этого, в Беларуси для кировцев так само обменены некоторые обовязковые ранее документы. Это сертификат о прохождении тега гляду и талон до водительское посвящение. Теперь их можно положить на полицию и больше не возить с собой. Юрий Петр, Александр Севицкий, телерадио-компания «Брест».